Привет. Сейчас объясню, почему так долго не было видео. Дело в том, что в августе, у моего телефона, а это Samsung Galaxy A50, начал тупить экран. Отдал я его в сервисный центр DNS, а вы его наверняка должны знать, и оказалось, что мой телефон был согнут. Проверка качества в итоге продлилась 15 дней, и все это время я пользовался другим телефоном Huawei Honor 9A. Сегодня я расскажу вам, что он из себя представляет и почему он плох за свои деньги. Для начала цена. Стоит этот агрегат от 9709 рублей до 12419. А по минимальной цене можно купить в магазине фотосклад, где я, кстати, искал дешевую приставку. По дизайну и размерам типичный смартфон 2019 года, с блоком из трех камер, градиентом у синего и красного цветов, а также копелькой, которую сейчас заменяют дыркой в экране. В общем, дизайн нормальный. Сделан этот телефон из стекла спереди и из пластика в основном. Хотелось бы же за такую цену стекло увидеть. Экран тут IPS с диагональю в 6,2 дюйма и разрешением в 1600 на 720. При повседневном использовании глаза уставать не будут. Батарея, кстати, меня очень сильно удивила, ведь я не ожидал, чтобы в телефоне за 10 тысяч рублей был аккумулятор на 5000 мАч. В итоге, от полной зарядки, смартфон продержится в течение 2 дней повседневного использования. Оболочка для Honor 9M и GPU-i. Красивая, контрастная, плавная оболочка. Мне понравилось. А вот что было дальше мне действительно не нравится. Для начала камера. Сзади расположен блок из основной камеры на 13 мегапикселей, широкоугольный объектив на 5 мегапикселей и камера для портретных снимков на 2 мегапикселя. И, можно я не буду это комментировать? Каждый раз, с фоткой случается дизонанс то картинка слишком мыльная, то цветопередача не та, и так далее. Ширик и камера для баки. Кстати, здесь работает нормально. По сравнению с Honor 10 Lite это небо и земля так точно. Процессор меня тоже огорчил и это медиатека MT6762, или HILIA P22. Крайне отвратительный процессор со слабыми ядрами Cortex-A52. Для сравнения его возьмем Exynos 7884 у Samsung Galaxy A10. И даже он, хоть и Exynos, но лучше, чем медиатек, хоть и слабее. Вообще, за такую цену можно было поставить нормальный Snap 720. Ну и последний костыль этап галерей. Нет, нет, просто нет. Нет, нет, нет. Проще говоря, на этом смартфоне не поддерживаются Google сервисы, и из всех Google приложений нормально работать будет только Chrome. Все остальное откажет пахать. В итоге я бы не рекомендовал к покупке Honor 9A. Какой я бы смартфон предложил за эти деньги? Realme C3, хоть на 32 гигабайта памяти, но на очень мощном процессоре Mediatek HILIA G70, который набирает аж 200 тысяч баллов, в Antutu. Тем более, на 500 рублей дешевле. Итак, вы узнали про Honor 9A и его костыли? Если вам это видео было интересно, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А с вами был Стик Ботман. Субтитры создавал DimaTorzok